Жены и родственники мальчиков, которые попали в плен на территорию Украины. Я прошу президента нашей страны и министра обороны, прошу вас помочь, вызволить их из плена и вернуть их нам живыми. Сержант генерал Алексей Николаевич, у нас служащий инженерно-саперного взвода, инженерно-саперного рота 3031-го прорашюта сандового полка, прислатирующий город Костроме Российской Федерации. Я жена Алексея Генералова. Леш, мы тебя любим, ждем дома. Спасите их, помогите, верните нам их домой, обратно, живыми и здоровыми. Обращаюсь ко всем, к всему правительству, к министру обороны и к президенту. Верните нам их, пожалуйста, скорее. Мне кажется, что это вранье. Вот честно я вам говорю, что он не пересекал, это я уверена 100%. А почему вы так уверены? Уверена. Ну, потому что я знаю. Откуда вы знаете? Вот знаю, что это не так. В августе 1939 года жители Берлина беззаветно верили своему фюреру Адольфу Гитлеру. Я скажу, что Путин, как бы, ну, как бы, все грамотно делает, политику свою ведет, как бы, соблюдает, можно сказать, нейтралитет с другой, ну, с какой-то стороны. Ну, я не знаю. Какой же нейтралитет, если войска ввели? Ну, он, опять же, делает правильно, вводя, как бы, войска, потому что, в конце концов, там помощь нужна. И, то есть, в любом случае, это, ну, было бы неизбежно. В любом случае. Потому что там нужно помогать. И гибнет, как бы, ну, люди, которые, то есть, вообще не причастны ни к чему. Ни к войне, как бы, ни к правительству и так далее. Я считаю, что правильно сделал. По обещавшему скорую и убедительную победу в надвигающейся войне. А у вас откуда информация по Украине? Ну, я очень, ну, новости, вести, то есть, это все смотрю, интересуюсь. И, как бы, насчет санкций, я даже не знаю, это тоже все, бред. Сейчас, на самом деле, Россия может, как бы, перевернуть вообще экономику США просто с ног на голову. Если будет объявлена мобилизация всеобщая, вы как, готовы? Конечно. Мы обратились к москвичам с вопросом, кто же победит в уже начавшейся войне с Украиной? Ополченцы, мне кажется, если честно. А почему у вас такое? Ну, потому что там его отец. Ну, да, там мой отец служит за... Ну, отстаивает свои территории, как бы. Ну, мне кажется, что ополчение выиграет это все. Вот здесь вся твою территорию и не дадут этим ребятам, которые хотят просто разрушить все, завоевать нашу территорию, вот и все. Я думаю, все будет хорошо. Мы надеемся, что ополчение выиграет это все. Хотим вернуться спокойно на свою территорию и в свою страну, вот и все. А если будет всеобщая мобилизация, вы как вообще на это смотрите? Я на сторону ополчения встану, если что. Только за него, да. Страна ополчения, да, да, да. И вы тоже. Конечно. А по-другому не может быть никак. У меня есть ребенок, у меня есть жена, которая вывезет сюда. У меня есть позиция по этому поводу. Ну, мы ее придерживаемся, как бы. Я гвардии сержант Савастеев Владимир Вячеславович, заместитель командира 2-го парашютно-десантного взвода, 3-й парашютно-десантной роты. Я служу в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в 3031-м гвардейском парашютно-десантном полку, находящемся в городе Кострома и Российской Федерации. Дорогие родители, родственники, близкие, знакомые, мы нелегально попали на территорию Украины. У нас забрали документы и телефоны. Мы стерли все номера на боевых машинах. Нам сказали, что здесь будут проводиться учения. Мы не хотим воевать с украинским народом. Просим вас содействовать в нашем... Мы не хотим здесь находиться, не хотим, чтобы нас перевезли в Россию. Просим вас помочь с этим, потому что здесь нет никакого права сектора. Здесь живут такие же люди, как мы, такие же христиане. Помогите нам, пожалуйста. Уважаемый президент, министр обороны, Военачальники, мой ребенок, почтовик Егор Валерьевич, находится сейчас в плену на украинской территории. Я Христом Богом вас умоляю, отдайте мне моего ребенка, верните его живым. И также всех остальных мальчишек, которые с ним находятся в плену. Сын, мальчишки, мы вместе с вами. Ребята, мы в любом случае вытащим вас из этой передряги. Если военачальники не пойдут на это, пойдем мы, матери ваши, ваши матери. Ребята Романцев, Иван Игоревич, военнослужащий 331 полка 98-й воздушно-десантной дивизии, которая находится в городе Кострома на Российской Федерации. Они вошли разве? Да. А кто сказал, что они вошли? Ну так уже весь мир знает об этом. Я об этом не слышал. Не знаю, не знаю, не могу сказать. Я не слышал. Российских войск нету. В мою машину 334 был произведен обстрел. Машину взорвали. Это я понял, что это не учение, что это не просто марш. Мне стало страшно. Я это понимаю, что нас отправили на боевые действия с людьми, которыми мы, в принципе, не должны выливать. Потому что наша пропаганда, которая преподается нам в России по телевизору, по новостям, она не соответствует реальности, то, что происходит на самом деле. Почему вы так решили? Ну, я так думаю, мы не были сейчас живы. Я мама Сергея Ахипова. Сережа, мы тебя любим. Мы тебя ждем. Мы сделаем все, что мы можем. И обращаемся ко всем. Помогите нам. Я Почтой Фегор Валерьевич. Прохожу контрактную службу в воинской части 71-211 в 331-м гвардейском десантном парашютном полку, в 3-й парашютном десантной роте, в 2-м взводе. Гвардии младших самопочтов в номер расчета. Полк находится в Российской Федерации и в городе Костромах. Я мама Сергея Свернова. Мы просим президента и министра обороны, чтобы он помог в разрешении этого конфликта. Чтобы ему потом послали ребят, если не хочет, что-то делали. Чтобы вернулись тяжелыми. Помогите нам, пожалуйста. Ну, российский хвост там нету. А как вы прокомментируете тайные похороны псковских десантников? А их там не было. Кого не было? Псковских десантников? Там их не было, на Украине. А кто вам сказал об этом? Знаю я. Вы поняли, что вы прибыли на войну? Да. Вы хотите в ней участвовать? Нет. Я сомневаюсь, что наши войска введены туда. А почему вы сомневаетесь? Ну, потому что я не видел никаких убедительных доказательств того, что они введены. А как вы прокомментируете тайные похороны солдат псковской дивизии? Никак не прокомментирую. Я не знаю об этом. А откуда вы берете информацию о том, что происходит? Ну, из интернета. Хочу передать привет маме, папе, любимой своей. Не переживайте. Все нормально. Здесь кормят нас. Я, Митрофанов Артем Васильевич. Дефрейтор. Прохожу службу Российской Федерации в городе Кострома. В 331-м полку. Парашютно-десантно-полку. В 98-й парашютно-десантно-дивизии. Они убили в нас украинцев. Мы русские! Я, Гвардий Фредер Архипов, Сергей Александрович. Заместитель командира боевой машины. Научик-оператор 1-го разведывательного отделения, 1-го разведывательного взвода, 1-го парашютно-десантного батальона, 331-го, 61-го полка. У меня супруга из Харьковской области, мама из Горловки, тесть из Одессы. Так что нам трудно жить в таком непонятном, как бы высосанном из пальца конфликте. Я не понимаю, почему это происходит. И мне от этого неуютно. Пусть 10-го,5-е, Пусть 10-го,5-е. Пусть 10-го,5-е! Пусть 10-го,5-е. Пoney, nen! Более, бое. Более,遠! И пострадают обе стороны, они уже страдают, по сути. К чему это все приведет? К жертвам, к жертвам человеческим и ресурсам. Это на Европу посмотрели и не получилось. Теперь предлагают на Китай, давайте смотреть. Не получится, потом на Африку, на Россию. Я Смирнов Сергей Алексеевич. Прохожу в службу по Кондрату, город Кострома, 331-й полк, военная часть 71-211. Документы собрали следующим днем. То есть вы сюда прибыли без документов? Документы остались в лагере, там в сейфе телефоны. Вы поняли, что вы прибыли на войну? Да. Вы хотите в ней участвовать? Нет. И нужно, прежде чем анализировать, нужно анализировать с обеих концов. То есть и российское телевидение, и европейское тоже. Вот, и учитывать нужно все, и потом делать определенные выводы. Кому померечилось российское вторжение? Кто хочет отгородить Украину от России колючей проволокой? Что никаких учений здесь нету? Чисто техника, колесная, гусеничная, танки, артиллерия. Как участники боевых действий здесь, на территории Украины. Вот, ну, не верю. То, что там воюют наши добровольцы, которые туда поехали, это да, действительно. Там есть россияне. А то, что официальные войска и официально посланы, я в это не верю. А как вы относитесь к тому, если вы признаете наличие наших, так называемых, добровольцев в Украине? Как вы относитесь к тому, что в России до сих пор не возбуждены уголовные дела по факту наемничества? Это другое дело. Это очень плохо. Это должны быть возбуждены. Это на самом деле. Наемников не должно быть. Добровольцы воюют. А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать. Из тюрьм их выпустить. Штрафные батальоны создать. И сказать, ваше, ни шагу назад, вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем. Лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Я гладий фейтер Медичков Иван Васильевич служу в 331-м. В Гвардейском пошлой десантном полку города Кострома, 98-й. Гвардейского воздушно-десантной дивизии в войсковой части 71-211. А как вы прокомментируете тайные похороны псковских десантников? Я про это, к сожалению, ничего еще не слышала. Я рядовой Игоряшин Андрей Валерьевич. Служу в 331-м Гвардейском парашютном десантном полку. 98-й парашютной дивизии Российской Федерации. Россия. А почему? Ну, военный потенциал у нас получше, наверное. Не знаю. И у нас союзников побольше намного, я считаю. Например? Кто союзник России? У нас, например, наши соседи. Китай. Кто там еще? Мы не хотим стрелять в украинский народ. Мы нелегально сюда попали. И просто просим помощи у вас. Мы хотим возвращаться сюда с мирными деятельностями. Мы не хотим стрелять по украинскому народу. Вы пойдете в армию воевать? Да, конечно. А как вы прокомментируете то, что погибшие псковские десантники были похоронены тайно? И сегодня стало известно о том, что Министерство обороны задним числом уволило их из рядов вооруженных сил. Наверное, никак. Я не знаю про эту ситуацию. Я обычно смотрю новости и интересуюсь в интернете. Поэтому я не знаю даже, что сказать. Первое, что приходит в голову в связи с получением такой информации? Ну, нехорошо. Неправильно. Ахмедов Руслан Ахатович. И Лимитов Арсений Аркадьевич. Сказали, приехали в Ростов, сказали учения. Ночью тронулись колонны и оказались утром уже возле границы. Потом заехали туда. На саму территорию Украины. А вы знаете о том, что уже мертвые, погибшие в Украине, псковские десантники были задним числом уволены указом Министерства обороны? Вот тоже ничего не могу сказать по этому поводу, к сожалению. А когда поняли, что это не учение? Когда уже попали под обстрел. Первый. А вы знали, что вам залежают не в учебной, а боевой боекомплекте? Уже на границе выдавали. Они были уволены из рядов вооруженных сил задним числом, уже после того, как были убиты и похоронены. По сути, это фальсификация получается. Но это вообще ужасно, на самом деле. Тут ликуют одного из бойцов российской армии, который почти сгорел в БМД. Проте, российская артиллерия продолжает вести под нам в огонь. Мы видим, что они не шкодуют даже своих бойцов. Россия. А почему? У нас миллионная армия. А украинские каратели, они ищут приют как раз-таки не территории Российской Федерации. Тут логично. Украины нет. И армии украинской тоже нет. Действия украинских вооруженных сил по поводу того, что они обстреляли Вашу. Как Вы расцениваете? Ну, потому что, во-первых, они не знают, чьи это были боевые машины. Эти боевые машины пересекли чужую границу. Они были не на своей границе. И действия Украины, они защищали свою землю. Это даже не обсуждается. Можно было заблудиться так? Если читать всю роту, нет. Потому что наша рота тоже ушла на территорию Украины. В том же направлении, правильно? И сам факт того, что Украина еще существует на карте, это то, что Россия туда еще не вошла. Это все, что я могу сказать. А если будет объявлено о всеобщей мобилизации, Вы готовы с оружием в руках? Мобилизуюсь, без проблем. Вы в армии служили? Я еще нет. Я еще молодой, но я мобилизуюсь. После окончания Второй мировой войны британский политик Уинстон Черчилль предрек. Следующее поколение фашистов будет называть себя антифашистами. Антифашистов в России стало очень много благодаря российскому телевидению. Телевидение. Понятно. А Вы верите российскому телевидению? Ну, некоторым каналам, да. У Вас семья, дети? Да, у меня дочь маленькая, 2 года 8 месяцев. Жена беременна, через месяц будет рожать. Вот так. Я могу сказать только одно, что я их очень сильно люблю. Если все это решится, благополучно, то я уволюсь с вооруженных силой Российской Федерации и буду просто обычным гражданином работать и воспитывать свою семью. Этого не может быть. Россия никогда не будет вмешиваться в дела Украины. Ну, как уже по факту вмешались, получается. Войска уже там. Я этого еще не слышала. И судить не могу. Вот когда я сама увижу, услышу. Но тем не менее, если вдруг, не дай бог, война начнется, как Вы думаете, кто победит, что вообще за этим Вас последует? Вы знаете, это провокация, скорее всего. Не может такого быть, чтобы началась война. Не будет этого. Вы просто не верите, потому что не может быть никогда? Да. Как участники боевых действий здесь, на территории Украины. Поэтому все можно делать, как сегодня на Украине. Что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут, всю колонну БТР за 15 минут, сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать, на что способна наша армия? Про политику не обсуждаю, не рассуждаю. Это не мое дело. Правительству. В основном надо довести до правительства, чтобы они пересмотрели свое зрение, вот это вот, свое то, что то, как они смотрят на мир, то, что на самом деле оно не так, что здесь нормальные люди, они тоже хотят домой, хотят к семьям, потому что им тоже надо сидеть, воспитывать детей, сидеть с женами, а не воевать здесь, по полям лазить. Потому что, в принципе, это незачем ни к чему. Политика – дело вот там, кто в Кремле. И вас она не коснется никогда? Когда она меня коснется, не самой политики, а если коснется моей семьи и моего дома? Очень многие именно так рассуждали, их уже коснулось. Вы сейчас меня в чем-то обрекаете или осуждаете? Боже упаси. Боже упаси, я просто предупреждаю. И что? Да, я хотел бы вернуться домой, потому что у меня там жена, ребенок скоро будет, маленькая дочка, которая меня любит и ждет. Я ее тоже очень сильно люблю. Что все обман был. Что именно? Что никаких учений здесь нет. Как вы думаете, как вас примут в вашу власть? Честно, я не могу знать об этом. Ну, думаю, что убить нас не убьют. Ну, это я так думаю. Ну, в тюрьму посадят. И что? Российской Федерации. Как гражданин Российской Федерации, в данный момент я осознаю то, что здесь происходит. Происходит война. Идет действительно война между Украиной, Россией. Мы находимся на своей территории. Да. Российская Федерация на нашей территории. Мы вынуждены защищаться. Да, мы вас понимаем. Хочу передать привет маме, папе, любимой своей. Не переживайте, все нормально. Здесь кормят нас. Приняли хорошо. Надеюсь, скоро приеду. Субтитры подогнал «Симон»